Бадаевский пивзавод Снести здание В том числе довольно красивое здание Старое На бывшего как раз Бадаевского пивзавода Предприятие с более чем столетней историей Ну и соответственно естественно построить на этом месте Жилой комплекс На каких-то ножках Как бы парящий над землей Ну там еще наверное связано с условиями грунта Потому что там грунты довольно подвижны Я не знаю с чем это связано Но какая-то такая концепция Компания Capital Group Которая сейчас является застройщиком этой территории Ну естественно идут возмущения Что жителей Ну не всех конечно Ну части какой-то Чтобы против Как бы мы не хотим эту застройку И так далее Ну в общем сейчас там собирается Постоянно народ Вокруг этого предприятия Даже небольшие стычки там были С силовиками Ну в общем понятно Ситуация более-менее понятна Но это как бы Это все эмоции Мы не хотим Мы не дадим Давайте вот мы Здесь не будем ничего трогать Давайте мы оставим Как есть ситуацию Нет застройки и так далее Ну это опять же еще раз говорю эмоции Да Но давайте мы посмотрим На ситуацию Все-таки Ну Постараться так сказать Так как она есть Да вот Без желательной эмоций Каких-то до лишних Ну действительно Эту территорию Более 100 лет занимал Пивзавод Кстати Изначально он назывался Небадайск-5-3-горный Пивоваренный завод Пивной завод Ну по местности Три горы Ну по сути там Три холма было когда-то Ну потом их срыли Да Ну мне действительно Немножко холмисты Ну поскольку рядом Тем более Москва-река И так далее Ну а в советское время Этот пивзавод Работал он с 1876 года То есть еще Так сказать Задолго до революции Вот И соответственно В советское время Был переименован в честь Советского партийного деятеля Алексея Бадаева Вот И Так сказать Более известен В общем-то Как Бадайский Пивзавод Ну и выпускал он много пива В том числе Конечно Бадаевское А вообще Трегорное было пиво Кутузовское было Рижское оригинальное Московское оригинальное Ну в общем Тех кто жил в советское время Эти сорта пива Конечно прекрасно знают Ну выпускал Выпускал И все это продолжал До 2006 года А вот теперь Внимание Да Почему пиво Прекратили выпускать Потому что Потому что У предприятия Есть хозяин Есть собственник Значит Таковым собственником Ну скажем так В 2000-е годы Вот к моменту Ликвидации производства Был Ну в общем Один из Ну можно сказать Председатель Да Внешагробанка Да И зерновой компании Илья Хайкин Илья Хайкин И вот этот Илья Хайкин Он решил производство закрыть То есть тем предприятием То есть тем предприятием Которым он владел Да этим фактически Бадаевским пивозаводом Он решил его закрыть Имел он это право Имел Имел полное право Почему? Потому что он Собственник Собственник Что хочет То и делает Вот ему Показал Что Так сказать Выпускать пиво Тем более Практически в центре Москвы А предприятие находится На Кутузском проспекте Ну если быть точнее Там между Кутузским проспектом И набережной Тараса Шевченко Москва реки Ну чисто Сонок Кутузскому проспекту Дом 12 Вот Ну рядом буквально Москва-сити То есть понятно Да Кутузский проспект То есть центр города Буквально вот В нескольких минутах Ну место конечно Всегда было престижно Да Ну решил что ему Допустим не выгодно Вот он решил что В принципе Так сказать Он больше не хочет Выпускать здесь пиво Значит он взял Или к делу производства На этом историю Бадаевского завода Закончил Кстати сейчас Это пиво выпускается Но выпускается Уже в мытищах Там Тоже вот это вот Это Бадаевское пиво Производят Там на каком-то Тоже предприятии Вот И другие тоже Старта пива Ну в том числе Те которые выпускались Вот на этом Бадаевском пивозаводе Вот И собственно говоря Для чего он это все В общем-то Ликвидировал производство А для того Чтобы застроить Эту Так сказать Эту вот территорию Да И соответственно В общем-то Тоже снести Все эти Корпуса Да И застроить все Жилыми домами То есть Так сказать Планы застройки Этой территории Вот этого Бадаевского Купивозавода Они были Соответственно Еще 15 лет назад Уже существовали Да То есть То что сейчас Как бы уже Так сказать Вот это Так Идет Застройщик Да Уже Фактически Хочет застроить Эту территорию Это уже Скажем так Какая по счету Уже Так сказать Компания Хочет застроить Эту территорию Вот Все началось С Ильи Хайкина Ну а дальше Там уже Несколько компаний Потому что Потом там Все это перекупалось Там и компания Абсолют Была там И компания Пик И потом Роснефть Даже там Тоже участвовала То есть Тоже Так сказать Часть земли Покупала Ну то есть Понимаете Там уже Шли Одна с другой Компанией Но скажем так Тогда застроить Эту территорию Не удалось Ну не договорились О цене Скажем так То есть Все таки Земля довольно дорогая Там много Компаний боролось Не только Ильи Хайкина Но там И другие Собственники Тоже были Там рядом Еще завод был Сакко Иванцетти Знаменитая фабрика Была Ну и в общем В принципе Тогда как-то Все это В общем-то Ну Застройки удалось Скажем так Избежать Тем более Там уже Лужков был На излете А потом Когда пришел Собянин Ну понятно Там уже Так сказать Практически Все договоры Были расторгнуты С прежними Там хозяевами Ну и в общем Уже пришли новые люди И которые стали Так сказать Собственниками Этих зданий И так далее Ну и в результате Вот Поскольку Производство Уже не работало Да И оно уже Не возобновило Свою работу То На этой территории Возникло Много разных компаний То есть всякие рестораны Какие-то кафе Там в том числе Довольно известный Такой был Ночной клуб Там Крыша мира Вот все наверное знают Да Вот Всякие какие-то Клубы Там Всякие какие-то Школы танцев Автосервисы Ну в общем Что там только не было Но в основном Ну всякие-то курсы Были разные Типа школ Каких-то И так далее То есть много Всяких возникло Разных вот Таких там Компаний Которые по сути Были просто арендаторами Этих вот Ну Скажем так Тех или иных вот Участков Там клочков В зданиях Которые они Так сказать Занимали Там Одно помещение Занимала одна компания Следующим Другая компания И так далее И вот они Были арендаторы Которые сейчас Усиленно оттуда выгоняют Они конечно не хотят Но Как говорится Что делать Вот Значит Ну и вот Все Причем кстати Я хочу сказать Что Вот этот вот Пивзавод Который был Да Вот эти здания Они довольно сильно обвешали То есть Хотя они Так сказать И старые Конечно здания Есть там здания Конца 19 века Начала 20 века И довольно много зданий Там да Есть попозже построены Там пристроены И так далее Ну в общем Советское время Вот Но эти здания Сильно обвешали И даже вот комиссия Которая вот приходила Еще в конце 90-х годов Она призвала В общем Прекратить Производство пива Когда еще Там было пивное Производство Потому что Там была просто Антисанитария То есть Там были грибок Там какие-то Были наросты Непонятно какие Ну в общем Что-то такое Ужасное Там было И комиссия Она конечно Скала что В таких условиях Производить пиво Просто невозможно То есть Для того Чтобы пиво Производить Для этого нужно Соответственно Создать условия Вот Ну это я к тому Что Эти здания Они уже довольно давно Нуждались В какой-то реконструкции Да И обновлении Вот Они может быть Конечно смотрятся красиво Как памяти прошлого Но Они уже конечно Явно Устарели Ну по крайней мере С физической точки зрения То есть Они уже конечно Все буквально Крошатся Рушатся И так далее Вот Ну арендаторы Как обычно Они что Они конечно Большей степени Пользовались Мало что Там туда так сказать Вкладывали Потому что Главная задача Это конечно Получение прибыли Там с чего-то Да И так далее Ну что Им какие-то ресторанчики Всякие кафешки Им главное Чтобы покупали Что прибыль Ну а здания Ну как бы Стоят они и стоят Вот Ну здания Естественно Вешали Ну и в результате Вот В 1918 году Да Вот эту территорию Купила Компания Capital Group Которая дружит С московским правительством Да С мэрией Москвы Скажем так И в общем Они очень часто Такие вот Лакомые кусочки достаются Вот И в принципе Как бы там Наверное Рука руку моет И в общем-то Понятно Что Есть какие-то Оплёные Финансовые связи И личные Наверное связи И так далее Ну в общем Понятно Ну вот И теперь мы Подходим Наверное К самому главному Да То есть К тому что Вот значит Такая вот ситуация Возникла И сейчас уже Вот в принципе Всё это В завершающую стадию Когда по сути дела Уже В общем застройщик Готов ломать здания Да А они фактически Там Кроме двух По-моему зданий Да Которые являются Памятниками Там культуры И истории Они по сути дела Ну по крайней мере С официальной точки зрения Ценности не представляют И в принципе Их должны снести Ну а соответственно Арендаторы И жители Близлежащих домов Там местные жители Они противятся Ну не все конечно Но многие Не хотят этого плана Теперь давайте смотреть А Имеет ли право Капитал Групп Ломать здания И строить там Жилой кокрис Имеет право Почему? Потому что Она за это заплатила деньги Вот Земля она как бы да Находится в собственности Правительства Москвы Ну а здание Да вот Ну и собственно Ну она соответственно Продала вот эту землю Вот компания Капитал Групп Которая много заплатила И много соответственно Готова инвестировать Вот в строительство Там жилого комплекса Ну там По-моему жилого комплекса Там какие-то будущие Общественные здания Там типа детский сад Ну в общем Какие-то разные Так сказать там Какие-то здания Не только жилые Ну и бить ибо бизнес-центр И так далее То есть не жилого назначения Вот Понимаете Какая у нас Сейчас сложилась ситуация У нас сейчас В принципе Капитализм Да Причем такой капитализм Который в принципе Там в общем-то Кто больше даст И по сути дела Все изменяется Только деньгами То есть Наверху Там Да Все эти там Олигархи Да Все это Идет дальше внизу Застройщики Тоже во много Миллиардеры Олигархи И так далее И вот Соответственно Между ними Идет определенные Договоренности То есть Они в принципе Вот Друг другу дают Друг другу отдают Одному Другому Другому И все это Естественно Меряется деньгами Кто Как говорится Больше даст Вот и все А народ Он как бы Ну народ В принципе А при чем здесь народ Народ Сиди и слушайся И все Вот Понимаете Все То есть Чисто Вот именно Такими Финансовыми Отношениями Главные Ценности Это деньги Да И соответственно Вот Кто Кто больше даст Тот соответственно Будет и Застраивать И соответственно А мой приоритет Принадлежит А жители Говорят Нет Вы Нам Вы ничего Тут не стройте Вот Вы как бы Оставьте Так Как Есть Нельзя Строить Там Мы не допустим И так далее Но опять же Я уже об этом говорил Еще раз А вы Жители Вы готовы Заплатить ту цену А это Миллиарды Миллиарды Рублей Так там Что-то По-моему Около Пятидеся Миллиардов Рублей Когда Вот эта Капитал Группа Она готова Инвестировать В то же Строительство Жилого комплекса Ну естественно Потом Отдача Будет Там же Будут жить Очень богатые Люди Это понятно Какие-то Там цены Наверное Никому Рассказывать Не нужно А жители Говорят Нет Вы Говорят Этого Не делайте Правительство Москвы Говорят Нет Вы Этого Не делайте То есть Правительство Москвы Значит Власти Для которых Главные Деньги Они Должны Отказаться От денег Которые Капитал Групп Застровщик Дает Деньги Они Должны От этого Отказаться А деньги Огромны И Сказать Не Мы Нам Деньги Не нужны Нам И так много действительно давайте не будет давайте действительно вот оставим так как есть вот пусть это вот памятники там как это жители как мы хотим чтобы здесь был пар там прогулочную зону все и да в 10 гуляйте здесь вот вам парк вот вам как говорится всего и никаких проблем действительно вы правы сто процентов деньги не надо главное главное чтобы тут гуляли и чтобы вам было хорошо ну вам не смешно мне смешно не смешно мне при нынешнем раскладе какой у нас есть в нашем обществе нас государстве в том числе и в москве это лишь частный случай это смешно конечно поэтому ребят как бы тут разговор-то о деньгах идет дело-то понимаете доски драка-то за деньги то есть понимаете причем за очень большие деньги а вы говорите нет мы не как бы не трожьте там не ну как хорошо вы готовы дать точно такие еще такие же деньги которые дает вот эта компания capital group да или даже больше деньги за то чтобы это место осталось в целости и сохранности чтобы никто там ничего не застраивали конечно не готов откуда у вас такие деньги вы один процент не сможете дать того даже если вы сильно постарайтесь и жители скинутся вы даже наверно один процент не сможете дать от той суммы которая инвестор готов вложить строительство тут большого жилого комплекса домов небоскребов да ну тогда чем разговор понимаете и все а если там разговор и более того и ведь желающих там жить огромное количество в этом жилом в будущем который еще пока не построен но который после там по поверьте мне много этого тоже не дыбу ладно вам ладно вам будут жить огромное количество найдется жителей которые согласятся жить в этом жилом комплексе и буду с радостью там же и с видами на москва реку на москва сити на кутузовский проспект да вы чего это только свистни сейчас тоже набегут нас богатых людей очень много принципе может процентном отношении немного в количественном отношении довольно много и вот поэтому проблема с продажей этих квартир никаких не будет поверьте так что и там строить нельзя можно сейчас современной технологии позволяет построить где угодно хоть на болоте хоть я не знаю где и дома вон стоят и мы видим хотя уж как говорили что там строить нельзя тогда не ну чтобы тоже техника то не стоит на месте может быть там 50 лет назад висит на нельзя было сейчас все совсем все по-другому все поменялось это нужно вот поэтому при той системе которую наша сложилась при системе олигархата когда главные деньги идет договоренности между денежными мешками между властями до которые хотят денег и денежными мешками которые дают деньги но и потом тоже получают прибыль да то а то сказать вырученные от продажи квартир там да и так далее ну вот аренды разные прочее ну ситуация фактически ну патовая в том плане что ну бессмысленно здесь за что-либо бороться здесь уже все решено и как бы вы не сможете победить такие деньги что же делать допустим да вы скажете ну вот как же так это понимаете ну понятно что конечно самый был бы оптимальный приоритетный вариант это конечно решать такие вопросы на референдуме причем голосовать должны только жители дорогомиловского района на который находится вот этот завод да то есть местные жители которые там живут причем голосование должно быть предельно открытым и конкретным да то есть поименным да то есть чек четко должен голосовать да вот он за что за то за вот это за вот это за вот это да понимаете соответственно управа там или как администрация района да она соответственно должна уже принять мнение жителей так как она есть вот но при этом тогда и управа должна выбираться жителями и жители должны контролировать и вместе с администрация решать такие вот все вопросы. Почему? Потому что, понимаете, тут же еще какой момент важный, что, скажем так, все имеет цену. И, скажем так, хорошо, допустим, что жители, они, так сказать, голосуют против застройки, что вы не хотите застройку. Но тогда вы должны понимать, что, скажем так, как, вы же должны, эта же земля кому-то принадлежит, да, то есть вы должны, значит, эту территорию как-то выкупить, да, у собственника. То есть каким-то образом, если она кому-то принадлежит, эта территория. Значит, у собственника эту землю надо выкупить. На это нужны деньги. А если в бюджете, допустим, у правы такие деньги, чтобы выкупить вот эту территорию? Вот, понимаете, это же тоже важный момент. Если она, допустим, ничья земля, это один момент, как бы. Потом, понимаете, что на этой земле вы хотите, чтобы было то есть если вы хотите допустим чтобы здесь был какой-то парк да по которым вы допустим гуляли ну хорошо хорошо пусть тут допустим будет парк но вы должны понимать жители да что вы этот парк будете содержать то есть он будет содержаться на ваши деньги от него дохода не будет никакого фактически да ты просто будет парк вы будете гулять но вы держаться на ваши деньги то есть графе бюджета бюджета управы да вот вашего пускай дорогомилов там будет в принципе такая вот строка как содержание парка. Это тоже определенные все-таки деньги. И вы должны понять, что эти деньги будут в том числе с вас браться. То есть вы будете платить за то, что этот парк будет содержаться. Или, допустим, вы говорите, нет, ну хорошо, это мы не готовы. Мы хотим все-таки, чтобы это место приносило какой-то доход. Мы не хотим, чтобы была застройка. Мы хотим, чтобы, ну как сейчас, допустим, просто вот эти здания сдавались в аренду. Допустим, разным компаниям. И, допустим, в том числе этот район, он имел бы с этого какой-то доход. Ну хорошо, значит, давайте этот вопрос обсуждать. а там будет уже какой-то доход, может быть, какая-то часть будет парковой. Но это все, понимаете, это все предмет обсуждения. И тогда уже вот в результате, так сказать, таких взаимоотношений администрации, там управы района и, соответственно, жителей, вот этот вопрос уже может быть решен. То есть не просто вот мы хотим, а мы готовы в том числе за это платить. Или мы каким-то образом будем это место развивать так, чтобы все-таки с него был какой-то доход. Понимаете, в район, тогда уже так должны эти вопросы решаться. Но, но, ключевой момент, это все фантазии, понимаете. Это фантазии, настоящий момент, настоящий момент это фантазии. Потому что для того, чтобы это было, чтобы эти вопросы решались именно так, а я считаю, это правильный вариант решения любых вопросов, которые возникают на территории района, на территории города, да, то есть путем вот именно диалога населения и жителей, да, и, соответственно, администрации. Для того, чтобы это произошло, для этого нужна смена режима, смена системы, да, потому что при той системе, еще раз повторяю, олигархата, да, вот, которая сложилась, да, то есть чиновник, застройщик, богатые люди, короче говоря, да, вот эта система взаимоотношений богатых людей, где народ остается вообще там за скобками, да, где-то там. Он должен просто подчиняться в любом режиме. То есть при такой системе, которая сложилась сейчас, все бесполезно. То есть мнение народа, оно фактически не учитывается. Ну да, там проводятся какие-то фиктивные слушания там и так далее, это все понятно, но по сути это не имеет, в общем-то, никакого значения. Ну, может быть, там где-то что-то, ну, в каких-то небольших там моментах что-то корректируется, конечно. Ну, так, чуть-чуть, скажем так, да. Вот, а в целом, конечно, народ, то есть, понимаете, вот та система, о которой я только что сказал, да, путем, там, системы референдумов, таких общественных обсуждений и так далее, да, это уже другая система и другая страна, это совсем другое. И в настоящий момент этого нет. И, слушайте, и наивно думать, что олигархи, они вот просто так вам все отдадут народу, да, что-то, они просто уйдут, скажут, о да, вы же хотите, так сказать, вот, чтобы все с учетом мнения народа было. Ну, конечно, мы, конечно, мы уходим, мы все, все, вот, все оставляем, все эти, как из завода парохода, да, вот, все берите и теперь давайте, так сказать, народовластия, народное управление, все, и теперь уже все будет так, как хочет народ. Ну, это, конечно, так думают наивно, естественно, что без боя никто не сдастся, вот, и никто просто так вот там, вот так вот, именно народное управление, да, как хочет народ, такого, естественно, просто так и не бывает. Ну, если сменится каким-то образом, да, так сказать, система, да, тогда можно будет уже говорить о чем-то другом. Но в настоящий момент, вот, на сегодняшний день, вот мы говорим, на сегодняшний день, когда фактически никакого диалога между, в принципе, властью, да, и олигархами, и народом, в общем-то, нету, да, ну, кроме каких-то формальных моментов, там, формальных этих публичных слушаний, да и то, которые все пытаются как-то все замять, как-то назначить неудобное время, ну, в общем, всячески как-то это все это, в общем-то, профанировать, да, по сути дела нет. Ситуация такая, что, так сказать, ну, что захотят, то и будет. А все эти там выступления, протесты, они, по сути дела, ну, хозяин барин, а хозяин сейчас олигархи. И в том числе, застройщик это тоже один из олигархов. И, соответственно, если он так решил, а там все тоже связи есть, и с властями, ну, все же, естественно, интегрировано, понятно, связано, то, если уж так решили, а это там уже сколько угодно, ну, что, скрутится, так сказать, поломает и все, и ничего все равно не получится. Поэтому я довольно скептически отношусь, в общем, к каким-то там, в принципе, таким протестам, да, и разным там попыткам как-то все это, к этому этому противодействовать, да, вот именно в нынешних условиях. И я думаю, что вряд ли что-либо здесь получится. Ну, равно, как и мы видим это и в других точках Москвы, не только, сейчас вот Бадайский пивзавод на первом месте, да, вот, по значимости, ну, и другие же были тоже, в принципе, подобные сколько угодно было, вот, и раньше, и уже сколько это продолжается, уже, наверное, 30 лет, да, ну, или около того, там, может, 25 лет, постоянно вот эти вот горячие точки, то тут, то там, и все равно, как правило, побеждает, ну, подавляющим просто большинство случаев побеждает власти. И, исходя даже из этого опыта, можно сказать, что этот протест, он вряд ли закончится чем-то положительным. Ну, а так, конечно, естественно, это очень печально, очень печально, ну, мне лично, да, что опять будет застройка, очередной жилой комплекс, очередное уплотнение города. Ну, никуда это не годится, это действительно очень печально. Конечно, здания, они нуждаются в реставрации, нуждаются в реконструкции, вот, конечно, но только здесь все-таки должны быть, конечно, какие-то нежилые здания, ну, пусть вот как сейчас, допустим, какая-то аренда, то есть какие-то, так сказать, ну, кафе, всякие там школы, пожалуйста, и так далее, то есть, ну, разные компании, но только не жилье, все что угодно, только не жилье, вот. Ну, и, конечно, я бы лично двумя руками был бы за возобновление производства, вот, ну, и не знаешь, пиво, не пиво, это вопрос уже другой, я всегда радую только за производство, за то, чтобы как можно больше строить в промышленных предприятиях, вот. Ну, если уж нет, ну, хотя бы каких-то нежилых строений, но еще раз повторю, что это все копейки, копейки по сравнению с тем, какие бешеные деньги дает именно строительство жилых комплексов, которые именно поэтому как раз постоянно и сейчас повсеместно по всей Москве строятся, ну, и только по Москве, под Москвой очень большое строительство идет, мы это видим. Ну, в Москве, конечно, понятно. Я имею в виду в пределах особенно кольцевой дороги, конечно, здесь уж особенно, да. Это дает сразу большие и, в общем, бешеные деньги. Причем так в довольно короткий срок, буквально там в течение нескольких лет сразу вот огромные деньги появляются. И такой соблазн преодолеть господам, олигархам, конечно, очень сложно. Ну, печально, печально, что теряется еще один такой, в общем-то, промышленный уголок, ну, или во всяком случае такой, в общем-то, нежилой, скажем так, кластер, да, нежилой, так сказать, в общем-то, место, да, квартал, в котором, ну, было хоть что-то, где можно было там и как-то все-таки развлечься, да, и время хорошо провести, просто посмотреть на какие-то красивые здания, вот, ну, очень жаль. Но, еще раз говорю, в настоящий момент, а каких-то других, в общем-то, вариантов мне лично не видно. Ну, такое мое мнение по ситуации, сложившейся вокруг Бадаевского пирзона. Спасибо.